Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит ли волноваться, если ваш подросток заговорил на неизвестном вам языке? Исполняющий обязанности руководителя МЧС России Виктор Яцуценко провел заседание межведомственного оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров на территории Самарской области. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главы региональных министерств, ведомств и муниципальных образований. Пожар в нацпарке Бузулукский бор удалось локализовать только в воскресенье ночью. За это время огонь добрался до Оренбургской области и охватил там две надворные постройки, но пожарные смогли потушить их. Минувшие сутки выдались одними из самых жарких во всех смыслах для сотрудников МЧС области. За последние 24 часа в регионе вспыхнуло 49 природных пожаров в 23 муниципальных районах. Ситуация чрезвычайная. Именно такой режим и введен в муниципальном районе. Вы сами видите, какая погода. Более 40 градусов, отсутствие осадков на протяжении всего августа. Шквальный ветер сегодня, конечно, создал дополнительные проблемы. Самое главное, мы не допустили человеческих жертв. Да, есть люди, которые обратились за медицинской помощью, один госпитализирован. Угроза жизни и здоровья этого человека нет. Еще три человека, которым оказана медицинская помощь, уже отпущены домой. Самый крупный пожар начался 21 августа в Борском районе. В селе Гвардейцы из-за пала сухой травы сгорели жилые дома. Позже пламя перекинулось на лес в нацпарке Бузулукский Бор. Для тушения привлекли три пожарных поезда. 300 тонн воды сбросили на очаги возгорания с воздуха Ми-8 и Ил-76. На подмогу сотрудникам МЧС Минобороны направило 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники. Военные вручную заливали горящие деревья, кустарники и траву. Но, несмотря на все усилия, загорелось еще одно село. Немчанка пламя уничтожила 16 строений, в том числе 8 жилых домов. 38 человек, оставшихся без крова, уехали к родственникам. Двоих отправили в больницу. Пламя добралось и до села Коноваловка, где сгорело два строения. Пострадавших в этом селе нет. В честь 78-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге состоялась торжественная церемония возложения цветов к вечному огню и грельефу скорбящей матери Родине. Цветы к подножью монумента возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, первые лица региона и города, представители общественных и молодежных организаций. Это была крупнейшая танковая битва в истории. Память героев Курской битвы почтили сегодня в Самаре. Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций. Они возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Полмиллиона жителей Самарской области по призыву Родины встали на защиту Отечества. Большая часть из них не вернулась. Вот это всенародное единство, которое было проявлено в Отечественной войне, оно как раз вклад каждого человека, каждого солдата, каждого отражения. С обеих сторон в Курскую битву было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. Знает историю маленькая Аня. На площадь Славы приехала посмотреть на военное шествие, в котором принял участие ее отец. Папа работает в военном. Я люблю историю. Сегодня день Курской битвы. Важно помнить такие даты. Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Ее окончание ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне. Немецкие войска навсегда утратили стратегическую инициативу. Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 437 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 86 722. Такие данные в понедельник, 23 августа, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Новокуйбышевске на вакцинацию от COVID-19 приходят целыми предприятиями. Сотрудники нефтегазовой компании прививаются небольшими партиями каждую пятницу. Таким образом удалось вакцинировать уже 2000 человек. Второй месяц каждую пятницу к сотрудникам одного из крупнейших предприятий региона, расположенного в Новокуйбышевске, приезжают врачи для проведения вакцинации. За это время привились более 2000 человек. И те, кто работает в городе, и те, кто трудится вахтенным методом. Сотрудники приходят вакцинироваться даже семьями. Этот формат взаимодействия стал возможен благодаря тому, что компания заключила договор на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции с Самарской горбольницей номер 10. Мы не будем останавливаться на достигнутых цифрах, потому что понимаем, что для того, чтобы мы вернулись в обычное рабочее русло, без вот этих всех антиковидных ограничений, к нормальной жизни, нам нужно провакцинировать персонал, добиться коллективного иммунитета, и чтобы мы могли спокойно работать дальше и отдыхать. С понедельника начнется запись желающих привиться в следующий приезд врачей. Тем работникам, кто уже получил сертификат о вакцинации и представил его, на предприятии предоставляется один дополнительный день к отпуску. Врачи напоминают, что скоро осень и не за горами сезонный грипп. От него тоже нужно вакцинироваться. Сделать это рекомендуют не раньше, чем через месяц после ковидной прививки, когда будет сформирован иммунитет, таким образом максимально защитив себя и близких от инфекции. Виктория Шара и Сергей Кизоркин. События. Готовность на все 100. В преддверии осеннего сезона в Самаре усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Увеличилось не только число рейдов и бригад, но и состав комиссии проверяющих. О том, как прошла очередная проверка, расскажет Никита Колосов. С 60 до 80. Настолько увеличилось число еженедельных рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Как правило, перед осенним сезоном поток пассажиров увеличивается. Поэтому и контроль за исполнением простого правила при поездке в любом виде транспорта, ношения масок, должен быть усилен. Охватываем мы все периоды. Утренний час пик, вечерний час пик, межпиковое время. Соответственно, все виды транспорта – это автобусы, трамваи, троллейбусы, станции метро – задействованы в этой работе представители департамента транспорта, представители полиции, добровольная народная дружина, представители перевозчиков. От Министерства транспорта к нам присоединилось. Для повышения безопасности перевозок следят и за соблюдением масочного режима, и за частотой техпарка. После жаркого лета составы ждет генеральная уборка. В усиленном режиме обрабатываем наш подвижной состав. 24 на 7 работают мобильные бригады, которые обрабатывают все поверхности. У нас летом была жара, много пыли, поэтому сейчас поставлена задача промыть весь подвижной состав и подготовить наши транспортные средства к встрече школьников и студентов. Схема проверки и соблюдения масочного режима проста. Специальные бригады на остановке ожидают прибытия транспорта. Заходят в салон вместе с пассажирами и просят надеть маски. При отказе пассажира просят покинуть транспорт. В конфликтных ситуациях на ярых антимасочниках на прошлой неделе было выявлено 8 таких нарушений. С начала осени прошлого года административных материалов уже 483, из них 339 оформлено в течение года. Штраф за отказ надеть маску составляет до 30 тысяч рублей. Решение принимается в судах. Поэтому все пассажиры любого вида общественного транспорта от начала до конца поездки должны не только сохранять проездной билет, но и оставаться в маске. Такое же требование пребывания в маске от начала до конца рейса и к персоналу перевозчиков. Но все же большинство самарцев ответственно относятся к соблюдению масочного режима. Я думаю, что это станет привычкой, потому что, видимо, масочный режим надолго. Но минимум год, пока не выработается коллективный иммунитет. Для повышения безопасности перевозок до 1 сентября уже вторым компонентом противоковидной вакцины будет привито не менее 60% сотрудников транспортной отрасли. Наличие прививок и другие комплексные меры противодействия к коронавирусной инфекции не является поводом для отказа от ношения средств защиты органов дыхания от начала до конца поездки. Никита Колосов, Григорий Плешаков, События. Специальная комиссия проверит архитектурную ценность подлежащих к сносу аварийных домов в Самаре. Предстоит решить судьбу 127 зданий, расположенных в историческом сердце города. Теперь, когда Самара получила статус исторического поселения регионального значения, важно не допустить уничтожения ценных объектов. Тему продолжит Михаил Ермоленко. В поле зрения специалистов попали 127 объектов исторического центра Самары, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Все эти строения в разные годы получили такой статус. Многие более 10 лет назад. Почти все они уже расселены. После того, как город получил статус исторического поселения регионального значения, необходимо индивидуально изучить каждую постройку и не допустить уничтожения ценных исторических объектов. Для этого по поручению главы города Елены Лапушкиной создали специальную межведомственную комиссию, задача которой более детально изучить каждую постройку. Члены комиссии будут ежедневно осматривать по 10 аварийных объектов с тем, чтобы дать им оценку. Цель данной комиссии еще раз обойти объекты, которые признаны сейчас аварийными и под снос. Данные объекты в основном расселены, то есть снос этих домов ожидался либо в 2022 году, либо в 2021 году. Сейчас данная комиссия после обхода и определения, так скажем, дальнейшей судьбы этих объектов, будет принимать решение о целесообразном сохранении объекта, либо все-таки продолжить снос данного строения. По 37 адресам, находящимся в списке проверяющих, есть судебные решения о сносе. По некоторым строениям он должен начаться уже в этом году. Однако, результаты осмотра этих объектов комиссии могут стать основанием для пересмотра и отмены решения. По результатам вчерашней работы, 4 – это точно неценные объекты, внутриквартальные, руинированные и без признаков какой-либо ценности. 4 – абсолютно точно, что они попадают, ну, то есть это ценные градоформирующие объекты, они еще и попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. И 2, которые, скорее всего, попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. К примеру, строение по адресу братьев Костелевых-30 ранее признали аварийным и собираются сносить. Но члены комиссии с таким решением не согласны. По словам специалистов, нужно по возможности пересмотреть это решение и присвоить зданию статус подлежащего реконструкции. За моей спиной как раз объект, который все согласны, вся комиссия согласна, что он попал, но не по назначению. Потому что объект, ну, визуально, конечно, надо смотреть еще техническую экспертизу, но видно, что объект в хорошем состоянии, что его нужно сохранить. По адресный обход помогает определить и особенности сноса тех зданий, которые не представляют никакой ценности. Все работы необходимо провести так, чтобы не навредить соседним строениям. В случае, если у дома имеются какие-то отдельные интересные архитектурные элементы, перед сносом их будут демонтировать и обязательно сохранят. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Сохранить архитектурное разнообразие. В Самаре в выходные стартовал уникальный образовательный проект «Бережем наличники». В течение недели самарцев знакомят с историей и методами работы с декором деревянных домов. Лекции и мастер-классы посетила и наша съемочная группа. На волне сохранения старинных городских построек в Самаре стартовал уникальный образовательный проект «Бережем наличники». Его разделили на два этапа – теоретический и практический. В Самарской публичной библиотеке историки, краеведы и искусствоведы читали лекции об истории русского деревянного зодчества, о наличниках, их оформлении и практиках спасения. В числе экспертов – создатель виртуального музея наличника Иван Хафизов. Он специально приехал в Самару, чтобы познакомиться с уникальными элементами эклектичной архитектуры города. Мне было очень интересно выявить, чем Самара отличается от других городов. Есть несколько классных элементов. Например, может быть, вы не замечали, на резной фриз, часть которой отделяет прямоугольных первого этажа от фронтона, такие маленькие арочки. В других городах я такого не встречал. Маленькие резные, шириной 20, такой вот орнамент резной. После лекционного курса участники проекта перешли к практике. Во дворе дома 192 по улице Чапаевской развернулась настоящая столярная мастерская. Начинающие плотники помогали более опытным коллегам ремонтировать наличники. Этот этап продлится до 27 августа. На каких-то наличниках мы будем менять элементы, на каких-то нет. Какие-то должны сохраниться для того, чтобы подчеркнуть их время, их возраст, их оригинальность. На каких-то элементах есть утраченные элементы, которые придется восстановить для того, чтобы наличник выглядел в соответствующем задумке автора. Часть восстанавливаемых наличников утратили свой дом. И после обновления они станут арт-объектами. На будущей выставке снято. Их вывесят там же, где и чинят. На фасаде здания по улице Чапаевская, 192. Эти наличники, которые мы сняли с домов, которые либо уже снесли, либо будут снесены, либо сгоревшие дома, мы их повесим на Чапаевске, 192, на стенке, заголодим с обратной стороны. То есть это как такой вот арт-объект. Образовательный проект «Бережем наличники» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В Самаре его проводят при поддержке городской администрации. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У россиян на счетах купится валюта. Насколько выросли валютные сбережения с начала этого года? Да, как это неудивительно, но за время пандемии валютные счета наших сограждан пополнились. Правда, речь идет только о долгосрочных вкладах. Объем срочных, напротив, сократился. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 24 августа 74 рубля 6 копеек. Евро 86 рублей 78 копеек. Нефть марки Бренд торгуется на отметке 66 долларов 77 центов за баррель. Приток валюты на счета россиян в банках стал максимальным за 4 года. Центробанк отмечает увеличение объема сбережений россиян на валютных счетах с начала 2021 года на 17,5% до 35,5 млрд долларов. Такой резкий прирост в последний раз был отмечен в 2017 году. Тогда за 7 месяцев объем валютных сбережений увеличился на 20%. За весь 2020 год приток составил более 8 млрд долларов. За июль остатки на счетах в иностранной валюте прибавили 895 млн долларов, а с начала года 5,3 млрд долларов. Кроме того, согласно данным Центробанка, одновременно с начала года упал объем срочных валютных вкладов россиян на 3,8 млрд, до 58 млрд долларов на 1 августа. По данным Центробанка, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46%. На срок от года – 0,65%. Доходность таких же депозитов в евро составила 0,06% и 0,34% годовых. За последний год продажи лососевой икры в России упали на 20%. Снижение доходов заставило потребителей экономить на морепродуктах. К тому же деликатес заметно подорожал. Но возросший улов лососей уже в этом году может снизить цены. За последний год россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее. Снижаются только продажи натуральной икры. Продажи заменителей красной икры показали небольшой рост. Но это увеличение не смогло компенсировать падение в целом по категории. Потребители, как указывают аналитики, в среднем покупают сейчас одну маленькую банку красной икры раз в пять месяцев. Ранее большинство россиян употребляли икру чуть реже одного раза в месяц. В среднем один россиянин потребляет около 100 граммов икры в год. Чаще всего ее покупают жители Москвы и Петербурга. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре идет подготовка к открытию круглогодичной муниципальной сельскохозяйственной ярмарки. Такой торговый объект станет первым в городе. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам. Подробнее расскажет мэрия Елчан. Создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Современные каркасно-тентовые конструкции на пересечении улиц Киевска и Тухачевского уже готовы. Здесь разместится круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка. Сейчас в помещениях идет установка необходимого оборудования для охлаждения летом и обогрева зимой. Конструкция утепленная. Сделана она из двойного слоя тента. Прослойка у него утеплитель. Соответственно, мы получаем полностью термос в конструкции, которая поддерживает температуру ту, что будет в мороз нагревать обогреватели. Никуда тепло отсюда не будет уходить. Также летом, соответственно, все, что кондиционер сюда задует, ту температуру шатер будет ее держать. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Благодаря новому формату работы у производителей появится возможность реализовывать свою продукцию в больших масштабах. По вопросам участия в ярмарке предприниматели могут обращаться в муниципальное предприятие ярмарки «Самары» по телефону 8 846 332 14 97. В первую очередь цена на место формируется из затрат на ярмарку. То есть это обслуживание ее, как электричество, уборка, вывоз мусора и так далее. По сути, цена за место формируется исключительно из этих затрат. Поэтому она по сравнению с коммерческими ценами на аренду, конечно, будет смотреться выигрышно. Всего на ярмарке планируется предоставить порядка 180 торговых мест, из которых 130 будут круглогодичными. Остальные отведены под торговлю выходного дня. Предусмотрены и места для пенсионеров. Они смогут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках. Павильоны откроют свои двери для посетителей 27 августа. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Флексить, кринж и краж. Если ваш подросток заговорил на неизвестном вам языке, не стоит сильно волноваться. Лучше ответить ему тем же и предложить вместе покекать или посмеяться. Ну а можно просто запастись терпением. Увлечение модными словечками – один из важных этапов взросления. И родителям, напротив, стоит волноваться, если этого не происходит. Почему, выяснила у экспертов Виктория Шарея. Психологи говорят, не стоит бить тревогу, если ваш ребенок перешел на непонятный для вас язык. Это всего лишь признак одного из этапов взросления – способ перерезать пуповину и отделить себя от родителей. Кроме того, именно так, с помощью языка, который понятен не каждому, подростки делят людей на своих и чужих. Потому что, наверное, так все разговаривают. И как-то, если общение будет на своем языке, никто тебя толком из общества не поймет. Заимствованные слова у нас в речи сейчас уже постоянно используются. Как-то и в играх, и просто, когда мы общаемся. Как-то без них уже… Непривычно. Есть и сугубо подростковые моменты, которые про самоидентификацию, разделение свой-чужой. И в первую очередь подросток, он старается в поисках себя от чего-то оттолкнуться. А так как найти себе образ не так-то и просто, они отталкиваются от того, что я не как родители. Я не как эти взрослые, и поэтому ищет другой способ общения, другой язык. По мнению экспертов, чаще всего современные подростки заимствуют слова из компьютерных игр. Ну все, сейчас покатаем. Так, короче, давай, заходи пока. Все, зашел, окей. Смотри, сейчас будем фармить, а тебе фрагов не хватает, гриндить давай. Так. Что, каких мобов валим? Геймер Арсений Секлетин говорит, во время игры на компьютере по сети с другими игроками без специальной терминологии не обойтись. Во-первых, потому что партнером может оказаться иностранец, которому понятнее английские слова. А во-вторых, когда играешь с другом в паре против соперников, для победы важна каждая секунда. И нужно быстро договориться о стратегии. Это просто очень долго, иногда даже в чате, вот в экстренные моменты, во время там ПВП, битвы там, ну много всего. Во время битвы надо быстро среагировать, то есть если что-то хочешь написать, то пиши быстро, максимально сокращенно. При этом и психологи, и преподаватели, и подростки сходятся во мнении, что сленговые слова, если их использовать в разумных пределах, язык только красит, позволяя расставить в речи нужные акценты. Бывает, что мы не можем достаточно точно выразить свою мысль другими словами. Например, слово «краш». Я не знаю вообще, как мы называли вот «краш», и до того, как появилось это слово. Это, скорее всего, человек, который нам нравится, но это долго, очень, слишком обширное понятие «краш». Так коротко, ясно, лаконично. Сейчас, ну, для меня таким прекрасным изменением в языке является, несмотря на то, что это англицизм взятый, это слово «краш». Оно обозначает влюбленность, с одной стороны, но, с другой стороны, она разделяет ту влюбленность, которая, знаете, такая искренняя влюбленность, вот Ромео Джульетт, вот это вот все, от такой влюбленности, которая, ну, классная, нравится. Влюбиться и вкрашиться – это два разных смысла. Укоренилось у нас мнение о том, что литературная речь – это язык Пушкина, Лермонтова, всей в целом великой литературы русской – это язык образцовый и лучший, классический, по крайней мере, его вариант, которым должен владеть каждый образованный человек. При этом как-то вот забывается о том, что это лишь малая часть и во многом искусственно созданная часть языка, такая вершина айсберга, за пределами которой в глубине находятся огромные необъятные пласты. И вот конкретно молодежный жаргон, или сленг, как его еще называют в последнее время, это как раз один из таких пластов. Психологи говорят, у родителей есть два пути – отстраниться, если они никак не готовы принять сленговые словечки ребенка и просто переждать этот период, или говорить с подростком на одном языке. А если ребенок через какое-то время перестал активно использовать в речи жаргонизмы, значит подростковый кризис миновал. Душевная сепарация подростка случилась, он стал самодостаточной личностью и нашел друзей по интересам, а не по схожим словам. Виктория Шарая, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok